здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня должен был быть девчонки мастер-класс подробный на полтора часа у меня видео прям для новичков но что-то пошло не так поэтому совсем оставить без няня этот свитер я не могу потому что я его все-таки связала и он получился классный чуть поменьше но это не важно я сейчас все расскажу в общем увидите в конце на фотографиях на мне почему меньше потому что неправильно выбрала пряжу вам я расскажу все как 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 я думаю исходя из моих ошибок то есть чем заменить значит напоминаю кто не знает вернее говорю кто кто не знает вижу свитер из фильма контакт многие из вас меня просили находится он в первой серии во второй половине первой серии на ровшане курковой вот фотографии с экрана но в общем плох некий если хотите рассмотреть получше сам свитер перейдите посмотрите кто кто не смотрел фильм изначально вот смотрите у меня он связан вот такой вот вот такой вот прям тепленький хорошенький но я максимально его сделала дорогим это просто мой бзик мне так захотелось да я многие назовут меня извращенкой ну так я буду сделала я вязала из лана год 800 плюс пух норки тададам вот ну вот мне захотелось вот такого вот объемного пушистого свитера теплого потому что хочу жилета но баллоне бэй такой ну куртку жилет и вот под этот свитер у меня уги есть такого цвета молочном общем я решила я так пожалела об этом не скрою пожалела ну для информации скажу что ушло у меня два матка молочного лана gold 800 и 4 матка пуха норки ангура я сказала пух норки девчонки пух норки у меня здесь еще он не распушился еще он распушится потому что свитер свежачок пока вот мои размеры на которые я связала при плотность вязания у меня в 10 сантиметрах сейчас все скажу семь с половиной петель и в высоту в 10 сантиметрах это девять с половиной рядов девять с половиной рядов получился у меня вот такой вот размер часа по поводу размером пройдусь а потом вам буду рассказать я расскажу максимально подробно вот потому что свитер у меня есть до мастер-класса нет то есть он там получился не в том формате в не том виде в котором бы я вам хотела его предоставить поэтому его не будет и 2 я уже вязать не буду такой джемпер поэтому решила вот вчера я над этой над этим всем пострадала но и решила что хотя бы вот такой вот мини мастер-класс я вам должна предоставить потому что свитер классный и простой на самом деле значит при этой плотности что так что не сказала я вязала в три сложения ланна голд 800 и три сложения пух норки еще и три дополнительные нити вам этого делать не надо я забыла я вязала последний раз из пуха норки еще прошлой зимой и я забыла действительно пух норки имеет такую свою особенность во всяком случае я так заметила что он не поддается в эту то есть разутюжить эту вещь либо разгладить либо постирать разложить там не получится там вы стираете раскладывайте она большое потом трысь и все и она маленькая то есть он встает на свое место даже после разутюжки вот я смотрю вот я его гладила 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 парила парила он раз высохи встал на место вот и все я рассчитывала конечно же я рассчитывала что он я его разутюжу но для того чтобы разутюжить и получить тот результат который мы видим на фотографиях я вам рекомендую не брать пух норки во первых это дорого это не для этого свитер такой походной он каждодневный я вам предлагаю бюджетный вариант либо ализе лана голд 800 но только 4 сложения либо ализе супер лана тик в три сложения вот так вот такой вот вариант я вам предлагаю спицы 9 миллиметров я ими вязала вот 9 миллиметров так и оставляем 9 миллиметров плотность вязания я вам сказала то есть будет у вас более рыхлое вязание если вы будет не будете извращаться так как я вот и вы сможете его разутюжить если вам хочется пушка вот добавьте ангору голд сделайте половина на половину вот смиксуйте в любом случае девчонки я ошиблась потому что я не разутюжила образец что надо делать я бы изначально уже знала что будет такой результат то есть он будет короткий и я его не знаю я просто так интуитивно решила что вот я его разутюжить и будет чики-пики не будет вот но это не будет из пухонорки все если вы вяжете чего-то другого даже если вы вяжете другой плотностью сейчас я вам буду рассказывать по деталям кроя как постепенно его все сделать вот у меня получились вот такие вот размеры я пыталась я продублировала те петли которые там на ней вот ну то количество петель полностью повторила вот но длина у меня короткая мне не хватило пряжи я бы добавила длину вот не 47 а 57 до 60 сантиметров я бы точно его удлинила вот у меня получилась ширина 55 сантиметров длина 47 сантиметров высота горловины 9 сантиметра длина рукава 41 сантиметр вот значит давайте тебе вот это все что я снимала видите у меня все порисовано я так расстроилась конечно расходы где-то 500 грамм если вы берете допустим лана супер лана тик берите упаковку кто из украины девчонки переходим по ссылочке есть и в наличии много цветов и лана gold 800 и супер лана тик эти составе у нас 25 шерсти лана голд 849 шерсти поэтому либо такую нейтральную до 25 всего либо потеплее лана год и тогда будет вам счастье девчонки так что касается по пышная резинка у меня здесь весь весь и весь свитер кроме манжета как бы резиночка я перешла значит набрала я 40 петель изначально вот и это у меня до получилось 55 сантиметров также после всех обработок если тут не важно сколько бы вы не набрали петель я основываясь на 40 петель вязала в круговую то есть я набрала 80 петель сразу же на толстые спицы или за 36 рядов круговую вот пышная резинка без шва все это шло в круговую до рукава 36 рядов сантиметрах это было 20 сантиметров вот далее разделила на переднюю деталь и спиночку здесь добавила по одной петле чтобы девчонки чтобы смотрите чтобы после кромочной у меня оставалась изнаночная она так красивее смотрится вот значит здесь добавила и здесь добавила разделила получилось с добавленной петлей по 41 петле каждая деталь то есть она одинакова для этого еще чтобы одинаково зак начиналась и заканчивалась деталь вот если тут изнаночная чтобы тут изнаночной было вот и и вязала точно так же еще столько же вверх то есть еще 36 рядов далее по спинке спинку начала укороченными рядами вот после вот вот этих вот 36 рядов вы добавляйте девчонки добавляйте вниз если хотите длиннее вот либо шире значит здесь укороченные ряды восемь раз по одной петли не укороченные я закрывала здесь петли не ошиба здесь я петли закрывала не захотела делать как бы укороченными чтоб потом крючком потому что газка рыхлая и вас даже во избежание от образования дырок я просто решила закрыть петли и причащить чтобы она еще была и фиксированным восемь раз я это сделала и четыре петли у меня здесь осталось 17 петель я оставила открытыми вот я нарисовала для горловины и осталось тут восемь раз по одной петле осталось четыре петли если у вас другое количество петель вот здесь вот при наборе допустим вы добавили то у вас может остаться вот здесь вот не 4 а допустим 8 петель ничего страшного так вот и сделайте и если вдруг вы вяжете тонкими спицами и тонкой пряжей то конечно там уже будет другое здесь я говорю именно про вот эту вот толстую пряжу и плотность и вот здесь значит здесь скос плеча сделала восемь раз по одной петле закрыла те петли которые лишь отделила 17 закрыла те петли которые осталось остались на плечо вот переднюю деталь точно так же я дошла вот ровную часть и вот одновременно здесь я начала вязать вот таким вот образом по центру оставила 5 петель и потом вот смотрите 6 раз по одной здесь незаконченными рядами вот я дошла до верху закрыла опять же плечо сколько у меня было 4 петли здесь точно так же восемь раз по одной петли 4 закрыла здесь шесть раз по одной и вот она закончилась вот здесь вот еще пару рядов я провязала вверх вот здесь потом добрала две петли вот когда закрыла эти петли у меня одна петля осталось и я еще из промежутка одну добавила то если я здесь соединила вот эти незаконченные ряды и перешла то есть вот эти вот добралась здесь петлю здесь соединила вернулась сюда и пошла вот здесь вот у меня скос как бы вот так вот она и пошла то же самое дублировать 6 по одной петле прошла вверх здесь вверх еще довязала там по моему четыре ряда она до верху получается чтобы все восемь вот эти ну да четыре все восемь сокращением было и все дошла до верху и соединила с вот этой вот спинкой ну то есть здесь у меня осталось я дошла до верху одна петля здесь промежуток я соединила вот так вот в круг вот вот в этом направлении как бы вязала здесь добрала петлю то есть здесь две дополнительные одна петелька осталось в конце то есть я нить не обрывала а эту последнюю петлю от закрытия я оставляла вот то есть получается что здесь у меня 17 здесь 17 и плюс 2 дополнительные 4 дополнительные но по одной петле я вот здесь вот закрыла когда соединяла то есть я одну петлю отсюда вот при соединении одну отсюда я вот их две вместе и провязала соединила по плечику вот когда вязала соединяла и эту горловину вот и получилось у меня 36 петель горловина после соединения и вверх я вязала 20 рядов перешла на тоньше спицы 6 миллиметров вот вот моя горловина спинка ровно здесь ничего не делаем плечико сшито вот а здесь вот незаконченными рядами да я думаю вам все прекрасно видно вот и и все и произвала 20 рядов закрыла петли и далее сшила плечевой шут здесь по рукам из кромочных набрала петли в круговую вязала рукав и вот здесь вот девчонки смотрите раз и два я провязала по 3 петли подмышкой закрыла что не обязательно можно рукав сделать и вот таким утробным а потом перейти на резинку в принципе это и все вот больше никаких нюансов нет он простой единственная сложность вот эти вот незаконченные ряды ну я думаю кто уже хотя бы раз с ними сталкивался тут понимает о чем я говорю вот все девчоночки сейчас посмотрите что у меня получилось получилось не то что хотелось потому что я еще раз скажу что просто не удалось разутюжить из-за пуха нурки но если это будет нормальная пряжа он разутюжится и он будет вот такой вот мягче падающий как у ровшаны вот вот правда поэтому ну вот так вот такой вот мастер-класс сегодня экспресс экспресс жалко мне потому что был очень-очень подробный мастер-класс с петельками со всеми ну да ладно ну что есть то есть ладно девчоночки на сегодня я с вами прощаюсь благослительского рукоделия всем пока-пока а а а а по а и и нам Субтитры подогнал «Симон»!